приветики привет как ваши дела решил быть с вами поболтать чего вас новенького поздно уже правда но думаю выйду как делишки привет дремушка как так у вас было 2000 теперь 50 ну друзья мои я ежедневно общаюсь со своими подписчиками ухожу в эфиры делаю розыгрыши определенный какой-то интересные бесед беседуем если вы намекаете на какие там накрутки подкрутки я даже не знаю что это такое поэтому это не про меня снимаем какие-то закадровые интересные съемки на шоу бордина против вузовой вот так как-то так интересуется вот спасибо куча розыгрышей так что следите за розыгрышами то чувство когда первый зашел на трансляцию да привет привет доброй ночи привет сереж привет только разверстались люблю вашу персону спасибо что у меня тут торчит фильм это челка блин непонятно почему как дела хорошо все версия чувствует хорошо привет прекрасно выглядишь танюши спасибо немного устала она вот цветочка решил сделать себе как дела я вас тоже люблю друзья мои мимо 42 18 били и я люблю вас и я вас люблю привет антош привет всем как дела какие новости на проекте новостей много смотрите все в эфире все в принципе хорошо что у вас новенького как день прошел что делали чем занимались да ну только недавно все болтали вас а у флексия 66 обожаю вас спасибо вам большое до холодновато черт поэтому в куртке только пришла с улице не кажется значит что хотела вам сказать добра ночи вещи собираю в 6 утра самолет прикольно антон прикольно вот антон бегушев у нас в эфире собирается и улетает в отпуск париж клёво ему что-то хотел сказать меня перебили 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 антон вот как раз должен всем все было отправить вот и по поводу журнальчика вот я а по поводу моего приза то что должна была отправить я все отправила так что ждите скоро все придет к вам что-то я хотела сказать и забыла ладно хорошо сейчас а этот вспомним среду на остановке видела девушку после шоу которая с абрамовом типа я на остановке стояла наверно а на какой остановке то где вы стояли она хорошо выглядела ой спасибо вам большое немного устала и сегодня уставшая привет всем привет как делишки что делали сегодня у кого какие новости чем занимались так 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 друзья мои что у вас новенького лучшими расскажите рабочий будни скоро выходные выходные греют завтра пятница завтра снимаем денечку нас вот еще пятничный потом хоть чуть-чуть выдохнем спокойной ночи сереженька пока сики шанс есть на то что ира вернется к валире шанс есть у всех понятно я поняла привет привет друзья как вы поживаете нормально поживаю у меня ежедневные съемки вот выходные будут куда-нибудь съезжу отдохну с друзьями встречусь как раз вот должны встретиться все однокурсники которые все вместе учились и просто общались с юлей и которые знают как бы все друг друга вот хотим субботу встретиться посидеть да спасибо вам большое спасибо спасибо вот вы знаете по поводу того что была ли я непосредственно на на прощание нет потому что мы созвонились с девчонками вот и решили что мы субботу встретимся посидим пообщаемся вспомним ее и вообще наши студенческие годы вот и собственно говоря вот таким образом почтим память потому что ну во первых там было очень много людей и во вторых как-то хотелось бы ну вот просто от души посидеть пообщаться вспомнить какие-то прекрасные моменты всем привет как дела ваши что у вас нового так а слушайте рапунцель человек который пытается строить свои отношения свою семью за что-то в ее винить ну как-то это не совсем правильно да училась юлей гнесинке получила я эту маску в инстаграм ну да она у меня была я правда ничего не обновляла нет я ничего не обновляла она у меня просто была эта маска масочка такая вот и была да не знаю такая там она в этом же где-то там вот когда там внизу вот в этих ярлычках там это масочка вы мне скажите как у вас делишки что новенького чем занимаетесь что вы все не спите то уж спать пора а вы не спите друзья друзья мои почему не спим чем занимаемся что новенького давайте загадывайте ой просто загадывайте раздавайте мне свои вопросики так что нам там пишут давайте посмотрим так всем привет съемки прошли хорошо секунду выражаю вас вам восхищение как продюсера потому что ваше шоу супер бб и дом но дом я не продюсирую я продюсирую только шоу бородина против бузов и спасибо вам большое слушайте гриценко хорош парень если вас интересуют какие-то тонкости и детали ну у него все хорошо спасибо вам большое заряжаемся энергиям спокойной ночи правда поздно уже до следующего эфира пока всем пока заряжаемся энергии молодцы что заряжаетесь я очень рада тому что смотрите мои эфиры участвуйте в розыгрыше заряжаетесь энергией и вообще у меня супер подписчики классные подписчики замечательно так друзья значит все свои значит призы вы получите я думаю что уже в ближайшие 2-3 дня так что не переживайте и журнальчики вы получите вот такие я туда положила всем журнальчики вот призы с ксюши бородиной вот такие классные вот так же получите все призы которые я отправила вот и плюс еще в субботу я отправлю патчи победительницы который написал мне в директ если вы думаете что оля играет рапунцель это глубокое заблуждение она не играет это ее жизнь ребят почему вы говорите так я вот честно понять не могу ну это ваше мнение я тоже вас конечно переубеждать не буду у меня впечатление дня как сми то было толпой набрасывались на медийных личностей приходившихся на прощание с юлей дикие какие-то но самое ужасное что я когда-либо видел это как парень сегодня какой парень сегодня пытался сделать на фоне цветов и гробов но вот понимаете поэтому как бы понятное дело что может быть и надо было сходить до все таки вот именно что люди которые вообще никакого отношения не имеют и не имели как бы там многие были которые что-то там пытались сделать вот вопрос просто в другом что просто вот эти моменты да они должны оставаться у людей в душе вот и все вот встретить посидеть пообщаться ну там вспомнить какие-то такие приятные моменты я думаю что было бы приятно всем вот так вот уберу эту маску мешает и как будто на гавайях подождите так 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 ника зовут красивая девочка да красивая ну стеллаж смотрите такая история вам наверное лучше конечно по поводу этой процедуры спросить у косметолога вот сегодня я вообще без мейка без ничего у меня даже там брови не подкрашены поэтому конечно будет видно и хорошо будет показано значит что я делаю я делала носогубки эта процедура которая делает инъекции которые видите совершенно убрали мне все носогубки все разровнялась выровнялась выглядит очень достойно вот соответственно ну как она делается это просто уколы колется вот так и вот так а стеллаж это какой препарат такой ну вот посмотрите по поводу него наверное там будет все написано просто у меня мой косметолог знает что лучше для меня не видите остались небольшие синячки вот ну была да она на шоу была эта девушка в чем вопрос вы меня спросите я не понимаю что вы хотите от меня услышать я не могу пройти мимо такого факта поэтому я ее пригласила спасибо вам большое спасибо выгляжу немножко уставшие понимаю ну тем не менее мог и чё не всегда же быть в во все оружие что называется вот друзья название препарата я поняла а все это название препарата я думала за им процедур не препарата но процедура это носогубные складки то что выравнивает по поводу придет или нет не знаю видите у них там какая-то странная была в странное было общение стра странное было пересечение как я понимаю то есть ну смотрите все дальше в эфира будет видно спасибо понимаете для того чтобы оставаться красивый и молодой когда тебе условно 36 лет а после 35 человек должен как вам сказать ухаживать за собой в любом случае потому что если вы не будете за собой ухаживать то естественно вся ваша красота она может очень быстро улетучиться вот поэтому процедуры по уходу они просто необходимы дорогие если вы думаете что все само по себе будет у вас так хорошо выглядеть то это не так вот собой уход необходим это однозначно я вот вам лучше про другую процедуру эфир бб где студию все разнесли да все нормально не переживайте там хорошая семья нормальная семья просто они выясняли проблемы свои ну сами понимаете у нас же на практике спаси свой любовь нам надо все проблемы выяснить чтобы разобраться в ситуации но вот родственники собрались все решили повыяснять проблемки свои а значит это факт да значит я снова с вами привет еще раз вы так прекрасно спасибо вам не кажется что а значит я не сказала что 35 я сказала что после 35 36 я очень рада жанна 32 что вы ничего не делали свои 35 вы выглядели шикарно вот возможно у вас лучше генетика чем у меня возможно вы меньше проводили бессонных ночей нежели чем я в силу своей профессии и возможно у вас другая индивидуальность лица у меня например очень сильно мимически вот видите морщина когда я делаю так большое напряжение к а вот потому что во первых я в прошлом певицы во вторых мне вообще подвижная мимика лица да и для того чтобы лоб выглядел хорошо я подкалываю ботокс вот что касается носа губок я понимаю жанна 3052 что действительно может быть такая генетика что их подкалывать не надо но в своем случае я считаю что мне их подкалывать необходимо потому что когда ты выглядишь уны ленько это не очень то и хорошо так когда уже когда не вернется в эфире вернется он в эфир и мой любимый не переживайте он в отпуске все хорошо вот друзья я на самом деле вам хочу сказать такую вещь что вот если говорить о красоте то конечно да у кого-то кому-то прям супер повезло у меня тоже я не могу сказать что у меня там какая-то плохая генетика нет это далеко не так у меня тоже хорошая генетика но все равно учитывая ритм экологию прочее все это требует коррекции надо меньше молодости мазюкать лицо но к сожалению у меня не получалось не мазюкать потому что я раньше пела когда человек в шоу-бизнесе постоянные гастроли встречи поездки тебе необходимо делать мейкап для того чтобы выглядеть всегда хорошо и свежо вот это факт да возможно ну здесь как бы да я согласна что вы можете может быть вы и правы значит что я хочу сказать про другую процедуру если вам конечно это интересно я вам всем расскажу я не знаю как выглядит наша телезрительница и наша губы у меня свои говорила об этом всем неоднократно в эфирах и тем кто интересуется и так далее и тому подобное а вот они делала я никогда вот видите если бы у меня были условно подкачанные губы они бы наверное у меня были видите здесь у меня побольше здесь у меня вот видна асимметрия это означает что они свои здесь у меня повыше есть немножко пониже понимаете да а вот ничего не рад не надут они так с таким графиком работы нужно еще умудриться так хорошо выглядеть не всем так удается спасибо большое вот в этом проблема бу бузовой выглядит шикарно вы зря так говорите она моложе вообще еще выглядит без мейка так я все-таки хочу какая тема трансляции тема трансляции просто я вышла с вами поболтать пообщаться в эфире вот для того чтобы вы меня ежедневно наблюдали что многие мне пишут в дирек пожалуйста выходите каждый день вообще сами просто болтайте на отсвеченные темы значит смотрите какая тема я хочу вам рассказать о другой процедуре а процедуре альтера я не знаю может быть уже на 32 офигенная действительно и овал и все и природой сюда но но как бы я считаю что все-таки за собой следить и ухаживать особенно когда тебе больше 35 до там 36 37 лет уже необходимо что я сделала и вижу заметные улучшения особенно значит улучшением плане овала лица спасибо мирослава 89 коко значит что я сделала значит в силу того в силу того что он мы все все в принципе мы взрослеем и не молодеем естественно у нас что плывет у нас плывет овал значит я сделала процедуру которая вообще полностью становится понятной через две недели но через несколько дней три-четыре дня после этой процедуре уже видны заметные результаты значит посмотрим насколько достаточно четким сталовал это раз-два посмотрим пожалуйста пожалуйста нет второго подбородка процедура называется альтера это ультразвуковое а вот раз звуковая процедура которая прессует полностью ваше лицо вот эту зону подбородочную вот эти зоны это такая машинка такой аппаратик которым вы проходитесь по лицу и прессуете никаких уколов ничего полностью лицо соответственно через две недели более станут ярко выраженными сколы подтягивается овал как вы видите буквально неделю назад у меня вот здесь было гораздо больше вот здесь то есть овал плыл сейчас все это прессу спрессовано очень хорошо я даже здесь не буду скромничать выглядит а дальше через две недели эффект вообще ошеломительный минус пять лет процедура дороговато и на все вам ее советую единственное что может быть индивидуальная непереносимость ультра ну ультразвуков потому что это ультразвуковая процедура которая не каждый может ее перенести это правда а именно значит что происходит там такая машинка мы сейчас его вот покажу да например на пилочке вот такой у нее обхват лицо само покрывают гелем и проходятся вам потоком этой машинкой под определенным напряжением и происходит такая история что внутренние ваши условном но ткани они прошиваются внутри а вы ощущаете вот некое такое знать как машинка иголкой шьет вот и швейная машинка точно также прошивается ваше лицо то есть вы чувствуете когда он сделал эту процедуру такие вещи вот так как будто прошивают это не больно но только для тех у кого переносимость есть ультразвука побольше бы таких солнечных людей как вы спасибо вам большое а очень хорошо спасибо надо себя за собой ухаживать не важно сколько тебе лет это правда но я вам честно скажу несмотря на то что там да ну мне больше 35 лет то есть да там грубо говоря ну сейчас сказала 36 и я хочу вот что сказать что я мир не начала не рано делать все эти уколы красоты процедуры и прочее значит где-то первую свою там босс первый свой ботокс первые свои носогубки я сделал первый ботокс я сделала когда мне было 32 первые носогубки я сделала когда мне было 33 точно не то что я там с 25 лет сижу на уколах нет где-то если так в общем брать то с 33 лет я я занимаюсь то есть я не сижу в салонах красоты не обкалываюсь ежедневно я делаю биоревитализацию я делаю мезотерапию волос на голову я делаю мезотерапию на лицо я делаю иногда подкалываю раз год ботокс также раз год носогубки но сейчас гениально вот это альтера появилась по большому счету все но может быть карбоновый пилинг не более того вот поэтому ну как бы да ребят надо следить за собой если у вас суть дальние мысли вам наверное скорее нужно обратиться к психологу и не затягивать с этим вопросом особенно если это связано с личной жизнью я думаю что это связано либо с личной жизнью либо с отсутствием реализации я правильно понимаю как таковой поэтому советую это сделать быстрее для того чтобы выйти из загона вот я думаю что все будет хорошо вам бы психологу совершенно верно да это лучше всего понимаете у нас вообще народ не привык к тому что необходимо посещать психолога это очень плохо потому что вы можете не хотеть грузить кого-то своими проблемами но опять же эти проблемы у вас есть они никуда не деваются для того чтобы проработать эту историю вам нужен другой человек не родственник не сосед не подруга никто более того я вам скажу я вам скажу такую вещь что психолог же не просто вскрывает проблему он должен понимать как ее вылечить то есть это условно психолог должен пролечить вас пролечить правильно я понимаю залечить вскрыть нарыв и залечить рано чтобы ее залечить нужно знать, как ее залечить, чем ее залечить, да, все это не так-то просто, как кажется, поэтому для того, чтобы условно вскрыть вас, да, необходимы знания и умения какие-то, а для того, чтобы вылечить эту ситуацию и избавить вас от нее, нужно еще больше опыта и знаний, поэтому только специалист и только прям проработка, проработка над самой собой и не жалеть на это деньги. И прям советую, чтобы вы это сделали быстрее, потому что, ну, просто не нужно с этим делом затягивать, либо нужно реально вот просто набраться, набрать позитива в легкие и просто начинать самореализовываться. Знаете, что необходимо? Необходимо, знаете, вот много работать. Когда ты работаешь, когда ты пашешь, когда тебе нужно постоянно что-то преодолевать, у тебя нет времени на это. Ну, а если это продолжает проявляться, то тогда необходимо, конечно, все-таки посетить его, понимаете, потому что по-другому никак. Ну, блин, ну, вы молодая, я уверена, молодая, красивая девушка. Ну, что вы вот это придумали себе? Небось еще из-за какого-то мужика непонятного? Вы что, вообще, что ли, издеваетесь? Или из-за чего? Вот скажите, напишите, из-за чего? Это тоже очень важно. Я сейчас сама вас проработаю, хотя бы посыл вам какой-то дам. Не стоит. Если это, конечно, любовь, чтобы я здесь не распылялась, просто так. Вот. Я вам просто советую, что берите себя в руки и гоните от себя плохие мысли. Просто гоните. Если тяжело, попейте какие-нибудь препаратики, например, из серии, там, я не знаю, успокоительные. Ну, гоните мысли, не нужно думать о плохом. Думайте о позитиве. Это очень помогает, правда. Вот, ребят. Ну, поспрашивайте еще что-то. Давайте поболтаем еще минут десять. Да я поеду домой уже. Пора. Вы ничего не разыгрываете? Сегодня? Сегодня нечего мне разыгрывать. Я могу разыграть журнал Дом-2, новый журнал с Ксенией Бородиной. Могу разыграть три штуки, три журнала. Хотите? Эффект от Альтеры длится 8-10 месяцев до года. Ну, 10 месяцев точно. Если вы спите по ночам, как бы не ведете такой прям образ жизни, то тогда, ну, тогда да. А если вы, у вас нормальный образ жизни, телевизионный, год вообще можете не заглядывать, в принципе. Я липолитики никогда не делала. Я знаю, что липолитики, они, во-первых, не очень, не очень хорошо идут для тех, у кого есть отечность. Вот. Я иногда подвержена отечности. Это первый момент. И второй момент. Я знаю, что липолитики, они вызывают тахикардию, когда сердце вот трясется. Вот. У меня как бы такого нет, слава богу. Но иногда, когда я волнуюсь, у меня может быть какие-то такие моменты. Поэтому смысла в самих таких липолитиках именно касается то, что лица нету. Если вы хотите проколоть, ну, тело, например, я могла бы там условно в зону ног сделать себе, да, в зону боков, да. Это сделать можно. А так, всмысле, в лицо, я считаю, альтера, это очень хороший выход. Вот. Это вот по поводу этого. Так, значит, вы хотите, чтобы я разыграла этот журнальчик? Я могу разыграть три журнала. Если хотите, напишите. Могу разыграть и отправить журнальчики тем, кто хочет их получить. Здесь очень интересно. Во-первых, Ксения рассказывает полностью про себя и про свою семью. Здесь очень красивая фотосессия, прям супер красивая. Здесь вот так вот все очень красиво. Видите? Вот. Тут вообще роскошная фотография тоже семейная. Вот. Потом здесь, насколько я знаю, интервью. Очень хорошее, развернутое интервью есть с Безусом. Вот. Марина Африкантова. Так что давайте, хотите, я разыграю. Так, друзья, разыгрываю три журнала с Ксенией Бородиной на обложке. Журнал выпускался в марте, был приурочен к дню рождения Ксении Бородиной. Классная она здесь, очень красивая. Сейчас я абсолютно свободным способом выберу трех победителей. Если вы хотите, я могу это сделать легко. Итак, начинаем. Оксана, нижнее подчеркивание, Оксана. Сейчас. Кстати, девушка счастливчик, она не первый раз выигрывает. Нижнее подчеркивание, Оксана. 0,5, 0. Журнал. Если еще не писали мне адрес, если я ничего вам не отправляла, я просто не помню уже тогда, пишите в директ мне адрес, вы выиграли журнальчик раз. Но сейчас тогда я уж покажу, чтобы не думали, что у меня журналов-то нет. Следующий журнальчик разыгрываем. Алина ЗС. Следующий журнальчик получает. Третий журнальчик. Следующий. Мирослава, 89, КОКО. Пишите мне в директ ваши замечательные адреса. Отправлю вам вот эти замечательные журнальчики. Три. Вы их получили. Вот победители. Оксана, нижнее подчеркивание, Оксана 0,5, 0. Алина ЗС, Мирослава, 89, КОКО. Адрес, индекс, фамилию, имя, отчество. И контактный телефон. Друзья, люблю вас, целую, берегите себя, будьте красивыми. И не забывайте, несмотря на то, что многие говорят, что не нужно мазюкаться и краситься, ухаживать за собой. Я вас люблю, целую. Всем пока, до завтра. Завтра смотрите эфир в 19-20. Очень интересный будет эфир с коучем по путешествиям. Будет давать лайфхаки. Куда ехать, где, что дешевле стоит. Куда именно не стоит ехать. Куда стоит ехать. Все это будет связано с отдыхом. Где отдыхать круче. Куда ехать не нужно вообще. Как заказать отдых подешевле. Если у кого побольше денег, как отдохнуть роскошно подороже. Так что смотрите, завтра будет супер огненный эфир. Пока-пока, мои котятки, лисятки.